Привет! Мы едем на стройку моего нового дизайн-проекта, чтобы, первое, показать вам минусы планировки от застройщика, второе, поделиться своими идеями на этот счет, вам же интересно, как сделать из дурацкой планировки нормальную. Третье, обязательно покажу вам 3D-шки этого в будущем жилого помещения. Субтитры сделал DimaTorzok Эта квартира в Екатеринбурге. Она целых 90 метров. Но создается такое ощущение, что какая-то она тесноватая. Одна из причин, почему эта квартира кажется тесной, это нерациональное использование пространства. Например, эта большая прихожая. Смотрите, я в прихожей. Я все еще в прихожей. И опять в прихожей. Это все еще она. Зачем такая большая прихожая? Это кухня. На мой взгляд, очень неудачное расположение, потому что вход в нее прямо из прихожей. Это значит, что всю грязь из прихожей вы будете заносить своими тапочками на кухню, а потом разносить ее обратно по всей квартире. Зачем так делает застройщик? Это хорошее начало для моего плана по завоеванию человечества. Где тут адекватные места для хранения? Например, ваших шуб. Где они? Где? Где? Одна из пален противоречит принципам золотого сечения. Хомо-дизайнерс уже успели со мной согласиться по этому поводу. А на лицах других я вижу немой вопрос. What the fuck is this? Короче, однажды Пифагор подметил, что есть такая волшебная пропорция, которая объединяет ракалины, например, лепестки цветов, человеческое тело даже. И подумал, а чем мы не использовали ее в строительстве, ну, в архитектуре. И стал применять. Поэтому помещения, которые соблюдают правила золотого сечения, так радуют человеческие глаза. Ведь они вдохновлены самой природой. Рогами козлов. Вот такого выступа в комнате быть не должно. Желательно, чтобы комната была прямоугольная или квадратная. Самая главная идея – создать ощущение простора в этой квартире. Для этого мы собираемся подносить все перегородки, а те, которые будут, они будут и стекла, и прозрачные. Ведь мы делаем квартиру для холостяка. Кстати, привет, Егор Крит. А здесь, стоя на этом месте у порога спальни, мы сможем контролировать взглядом практически всю квартиру. Потому что снесем все ненужные перегородки и оставим только стеклянные. Это Николаев. Он профессиональный строитель. Мы его пригласили для того, чтобы он оценил уровень существующей отделки. Что ломаем, что меняем, что переделываем. Вообще, что сделано хорошо, а что не очень. Половина палаток с кавказцами не открылась. Вы нам то да сё тролливали, мы даем ответ чили-чили. Прям трэш. Ну, в этом проекте мы ломаем практически все стены. Основная проблема – это кривизна полов, перепад до 2,5 см. После демонтажа ламината нужно будет залить в ровную щетяжку и этим билировать пол. Перегородки будут в этот день новые. Коммуникации, такие как радиаторы, электрическая сеть идёт под замену. То есть, по сути, здесь ничего не остаётся из-за того, что здесь будет всё новое, ровное и красивое. Вот так. Я знаю, многие дизайнеры после встречи с клиентом сразу приступают к 3D-визуализации. Но мы так не делаем. А вдруг клиенту не понравится и придётся переделывать? А 3D-визуализация сжирает целую кучу времени. Соответственно, это может затянуться, стройка оттянется, клиент начнёт нервничать, переживать, тратит своё время. Мы действуем по-другому. Сначала мы придумываем идею и делаем коллаж, для того, чтобы определиться, на одной ли волне мы с клиентом и движемся ли мы вообще в том направлении, в котором нужно двигаться. А вот уже после этого мы приступаем к 3D-визуализации. Это значительно экономит время клиента и значительно улучшает наше понимание. Клиент прислал нам большое количество бесцветных аналогов. Но мы постарались добавить ярких пятен в этой квартире. Где-то это картины, где-то подушки, даже стекло с голубоватым отливом. А деревянные элементы привнесут уют и тепло в эту квартиру. В этой квартире всё будет мега-функционально. Кроме гардеробной прихожей вы не найдёте ни одного открытого места для хранения. Нечего тут бардак разводить. Правильно я говорю? Хотя, вру. Оставили одно место для неряха в гостиной. Обычно под телевизор устанавливают какую-нибудь тумбу. Но нам не хотелось тупо брать в магазины, которые там вот стоят, скучные, неинтересные. Поэтому мы придумали свою дизайнерскую. Наша тумба по телевизорам состоит из двух частей. Одна из дерева, а другая из полированного металла. Телевизор будет висеть на бетонных панелях. В которые, кстати, мы встроим акустические колонки. Прямо внутрь бетонной стены. В этой квартире мы работаем с пространством. Здесь нету никаких мелких деталей, нету никакого декора. Как, например, в Силе Прованс. Это же минимализм. Наш клиент человек интеллектуальный. Откуда ты все знаешь? Мы очень долго думали, как это обыграть. И решили расположить в спальне Филина. А теперь настало время признаться. У меня есть одна зависимость. Я инстаграм-блогер. Каждый день пишу большие посты на тему дизайна. Каждый день я хочу вас удивлять и радовать красивыми интерьерами. Я просто мечтаю, чтобы в этом мире стало больше красивых квартир и дымов. Подписывайтесь на мой инстаграм, на этот канал. Любите дизайн. Скоро расскажу вам о новом проекте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok